В спортивном зале школы номер 21 в Серково собрались мальчишки и девчонки, которые занимаются самбо в школьных секциях. Организатором мастер-класса для начинающих самбистов выступило Щелковское отделение партии «Единая Россия» совместно с профильными комитетами администрации городского округа по образованию, по физической культуре и спорту. В Московской области очень поддерживается такое направление, как самбо. В рамках партийного проекта «За самбо» и «Самбо в школу» открываются дополнительные секции и популяризируется всячески этот вид спорта. Уже более 20 школ Московской области подключились к данному виду деятельности и сейчас планируется открытие в сельских школах и в других общеобразовательных школах таких секций. В организации проведения мастер-класса активное участие приняла Федерация самбо Московской области. Мы стараемся в такие крупные городские округа Московской области развивать самбо, ну, так скажем, поиск, так скажем, среднего развития самбо. Есть у нас лидеры округа, там, Матища, Люберцы, Можайск, вот, есть такой крепкий середняк. Ну, и есть, конечно, те регионы, которые мы будем сейчас внимательно присматриваться к ним и в рамках проекта «За самбо», где есть проект «Самбо школы», именно там развивать наш вид спорта. Потому что не везде есть спортивные базы для занятия самбо, а вот школы как раз с их спортивными залами и универсальными коврами, есть ковры, которые раскатываются. Как раз это та площадка, где можно дальше двигаться вперед. В деревне Серково в школе номер 21 секция «Самбо» работает 4 года. Успехи ее воспитанников известны и в Московской области, и далеко за ее пределами. На территории Опрадышевка 4 года мы организовали секцию на базе обычной сельской школы, непримечательной, казалось бы, но с богатой историей. И начали заниматься. За 4 года, в принципе, добились неплохих результатов, фактически с нулевого уровня подготовки ребят. Кто-то приходил с других секций. Большинство как бы просто начинающие, нулевые. У нас были призеры чемпионатов мира, чемпионатов России, всероссийских турниров различных. То есть успех есть. И за эти 4 года у нас открылся еще филиал Медвежьих озерок. На базе также школы среднеобразовательного проводим. Прошло где-то в районе 300 человек. Мастер-класс по самбо в 21-й школе проходил под руководством ведущих спортсменов в Московской области, чемпионов Европы и победителей Кубка мира Эльмиры Кахрамановой и Евгения Максимова. Для меня и для моей коллеги Эльмиры, наверное, приятно, когда кто-то слушает и принимает твой опыт. Ради этого, наверное, и стоило заниматься и бороться, чтобы была приемственность поколений. Росли новые чемпионы, потому что мы уже, ну, по крайней мере, я уже ветеран, наверное, движения. Поэтому здесь как одна сторона, так и другая только несет пользу. За эту тренировку мне понравилось делать бросок через спину, потому что вот раньше я их почти не умела делать, а сегодня нашла удобный для себя способ. Я тоже научилась делать новый бросок через спину, потому что мы такого не делали на самбо, ну, на наших тренировках, и я сейчас научилась новому. Самбо – вид спорта, который дает человеку не только хорошую физическую подготовку, но и чувство большей уверенности в любых ситуациях. Все это во взрослеющем человеке формирует волевые качества и стойкий характер, что, согласитесь, пригодится и очень поможет жизни. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.